Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу, меня зовут Константин. Сейчас речь пойдет о так называемом повышении цен с 1 апреля. Ну сделали хоть бы со 2, чтобы не смешно было. Ну вот наше правительство с 1 апреля повышает цены на транспортные средства. Внимание, к прицепам это никакого отношения не имеет. Цены поднимаются на транспортные средства с двигателем, с мотором. Это на автодома, это на автомобили, все что имеет двигатель. К прицепам никакого отношения это не имеет. Поэтому вздохнем спокойно. Ну теперь давайте поговорим о ошибках. Мне кажется, что все это выдумали троечники, которые решили поднять цены. Из-за чего поднимаются цены, поднимаются ли они вообще и как сделать так, чтобы для подписчиков нашего канала цены как были, так и остались как раньше и даже сделались немножечко меньше. Раньше таможенная пошлина на автомобиль, условно говоря, была 48%. Другими словами, если вы покупаете автомобиль за миллион, значит вы должны заплатить таможенную пошлину 480 тысяч рублей. Если вы покупаете автомобиль за 2 миллиона, значит вы должны заплатить таможенную пошлину 960 тысяч рублей и так далее. То есть 48%. Затем кто-то в правительстве ввел так называемый утилизационный сбор, который поднял. То есть, другими словами, он таможенную пошлину на автомобиле объемом двигателя больше 2-400, через утилизационный сбор поднял пошлину еще, по-моему, на 700 или на 800 тысяч рублей. Естественно, что народ обмануть нельзя. Они тут же придумали лазейку и начали растамаживать автомобили в Киргизии. Потому что Киргизия – это член таможенного союза. То есть она находится в едином таможенном пространстве Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана, и России. И растаможив там, человек мог ездить здесь свободно. И таким образом люди платили таможенную пошлину в два раза меньше. Если за автомобиль, который стоит миллион, нужно было заплатить таможенную пошлину 480 тысяч рублей, то, растаможив Киргизии, сумма оплаты таможенной пошлины составляла примерно в два раза меньше – 240 тысяч рублей. Все хорошо, все замечательно. Киргизия астрономическими темпами пополняла свой бюджет, ну а Россия, соответственно, не имела ничего, потому что все машины рванули туда. И вот, увидев это, наши правители решили с 1 апреля исправить ситуацию. Значит, они изобрели какую-то Эйнштейновскую формулу, введя в переменные некие значения, мы получили следующее. Значит, растаможив машину в Киргизии, пригнав ее сюда и продав российскому гражданину, то есть повесив российские номера, вот этот россиянин, покупатель, должен в соответствии с этой формулой доплатить таможенную пошлину и привезти ее в соответствии с российскими таможенными ставками. То есть, другими словами, заплатив таможенную пошлину в Киргизии за машину, которая стоит 1 миллион 240 тысяч рублей, в России человек должен был заплатить еще столько же, чтобы привезти в соответствии с российскими таможенными ставками. Но хохма заключается в том, что вот эти правители, они не указали, а по каким критериям определять стоимость машины. Сколько она в итоге стоит? Миллион или 200 тысяч, или два, или полтора? Неизвестно, ведь там за границей могли вам ее и подарить. Ну, взяли и подарили на день рождения. Значит, они же должны определить так называемую таможенную стоимость. Так вот, эта таможенная стоимость определяется по какой-то таблице, которую в глаза никто не видел, и которую якобы должны определять наши компетентные органы, скажем так, которые уполномочены ставить вот эти вот инвойсовые стоимости на автомобили. Но вы можете себе представить, сколько можно поставить инвойсовую стоимость на какой-нибудь хюмер, у которого цена колеблется от 10 до 26 миллионов. Можно поставить и 26, и 10, да? Это на усмотрение таможенника. Вот таможенник решает, а сколько вам заплатить ваших кровных за автодом, таможенные пошлины? 5 миллионов или 8? 3 миллиона или 6? Да? Вот. Значит, поэтому сейчас налицо бардак и неразбериха. То есть, непонятно, сколько нужно доплачивать этой таможенной пошлины. Поэтому, чтобы не платить лишние деньги, наша компания предлагает вам сделать следующее. Вот сейчас слушайте меня внимательно. Значит, дело в том, что Киргизия входит в таможенный союз. Это значит, что получив временную регистрацию в Киргизии, это делается за полтора дня, вы можете получить киргизскую регистрацию, будучи российским гражданином, и свободно ездить по территории Российской Федерации на киргизских номерах. Дело в том, что с точки зрения таможенного законодательства Киргизия не является иностранным государством. Она входит в таможенный союз. Это значит, что находясь на территории России, будучи российским гражданином, вы свободно можете ездить на киргизских номерах и не платить эту доплату. Вот эти российские таможенные пошлины свободно растаможили в Киргизии по киргизским ставкам и свободно ездите по территории России. Конечно, вы знаете, я вот сегодня проехал вот у нас, останавливался около каждого ГИБДДшника и спрашивал, скажите, пожалуйста, а если вы увидите машину на киргизских номерах, какие вы документы потребуете? Значит, вы знаете, вот эти ГАИшники, это был цирк, вот жалко, я на видео не снимал. Значит, одни говорят, что мы некомпетентны в этом. Другие говорят, что мы проверяем только водительское удостоверение и регистрацию автомобиля. Третьи говорят, что должен сидеть только российский гражданин. Четвертые говорят, что должен сидеть только иностранный гражданин. В общем, в огороде Бузина в Киеве дядька. Но основная масса говорит, что мы проверяем только водительское удостоверение и регистрацию. Все, больше мы ничего не проверяем. На мой вопрос, входит ли в Киргизию таможенный союз, эти ГАИшники даже не знали, что такое таможенный союз. Не говоря уже о том, входит Киргизия, Беларусь в таможенный союз или нет. В общем, в этом плане сейчас самый настоящий бардак. Поэтому у меня просьба к вам такая. Если кто-то уже ездит на киргизских номерах и имел счастье общаться с российскими сотрудниками ГИБДД, и если они возразили вам или написали какой-то протокол, что вы не имеете права ездить на киргизских номерах, пожалуйста, свяжитесь с нами. Дело в том, что если кто-то где-то вам в чем-то запретит, вы получите нашу бесплатную юридическую адвокатскую помощь, потому что мы тут же обратимся в суд, и получим судебное решение о том, что вы имеете право ездить на киргизских номерах, и этим судебным решением будут пользоваться все. Мы его опубликуем в интернете. Потому что сейчас возникает очень интересная ситуация. Они не имеют права вам запретить ездить на киргизских номерах, потому что Киргизия член таможенного союза. У нас единое таможенное законодательство с Киргизией, с Белоруссией, с Арменией и с Россией. Одно таможенное поле. У нас даже нет таможен на границах. Вот представьте, что, допустим, где-то в законе, в таможенном кодексе, сказано, что иностранный автомобиль может находиться на территории России не больше года, но при пересечении казахско-российской границы нет таможни. Значит, никто даже не может поставить отметку, когда она въехала на территорию Российской Федерации. Вот такая вот ерунда сейчас творится. Поэтому, если вы хотите сэкономить 2, 3, 4, там за американские очень дорогие, 5 миллионов, то тогда поезжайте в Киргизию, мы вам все поможем сделать. Повесьте киргизские номера и катайтесь. Если хотите, обратите вокруг внимание, когда вы ездите, полно армянских, белорусских и киргизских номеров. Вот это вот люди сделали правильно. Они повесили киргизские номера и спокойно ездят, законодательство разрешает это делать. С вами была компания «Дом в дорогу». Заходите на наш сайт «Дом в дорогу», с нами интересно. Я не думал, что американские дегачи обладают такими опциями, о которых я даже предположить не могу. Toyota – это японский бренд. Он производится только в Америке, в штате Техас. Больше нигде. У него такое сочетание доп. опций, предназначенных для буксировки прицепа. Я попробую это рассказать очень простыми словами. В данный момент подножка не нужна, и она сама автоматически выбирается. Здесь, в этом автомобиле, научились не убивать во время торможения энергию, а создавать. Это не полный гибрид, а мягкий гибрид. В оригинальных зеркалах вот здесь камера, которая показывает обстановку вокруг машины на 360 градусов. Я считаю, что это вообще шедевр. Такого я еще не видел. Зергала специально расширяются сами. Нагрузку на шар эта машина выдерживает до 550 килограмм. Какой-то ужас. Я без него был просто как без рук. Тойота Тундра гибрид платина. Кливенс 216 сантиметров. На логотипе вот такая вот синяя окантовка. Закрыл. Подножка ушла. Автомобиль будет двигаться вместе с прицепом задним ходом самостоятельно и подруливать так, чтобы прицеп двигался ровно. У этой машины есть проекция на стекло, которая показывает скорость, режим адаптированного круиз-контроля и ограничение по скорости. Вот это вообще уникальная вещь. То есть прицеп работает как тормозной парашют. Зеркало заднего вида с потоковой передачей видеоданок. С левой стороны и правая полоса с правой стороны занята. Опция тоже очень полезная. Мы знаем, какой тягач нам нужен. Если вас заинтересовала эта машина, позвоните в нашу компанию и узнаете, сколько будет стоить вот такой тягач.